Спиртное в больших количествах на празднике воспринимается некоторыми как непременный атрибут веселья. Способ снять психологическое напряжение, повысить себе настроение и получить ощущение свободы. Но врачи говорят, что эйфория, которую человек ощущает в состоянии алкогольного опьянения, не что иное, как кислородная недостаточность человеческого организма, последствия которой могут быть самыми страшными. Поражение жизненно важных внутренних органов, психические расстройства, потеря зрения. Наиболее тяжелый контингент составляют пациенты, которые употребляют планово какую-либо терапию, то есть либо гипотензивные препараты, либо противоаллергические, либо общеуспокаивающего характера, и пытаются либо усилить эффект, либо забывают, что они употребляют данные препараты и употребляют алкоголь. Причем даже минимальные дозы шампанского могут привести к тому, что пациент окажется в реанимации. Но пока медики не спешат бить тревогу, говорят, первая неделя новогодних праздников прошла более-менее спокойно. Пострадавшие есть, но их количество не превышает прошлогодний уровень. Владельцы и продавцы ликюроводочных магазинов не хотят брать ответственность на себя за чье-то подорванное здоровье. К тому же говорят, что о своих покупателях беспокоятся, поэтому и закупают только проверенные товары. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Продукт у нас качественный. Жалоб не было никогда. Так что все нормально. Спиртное для многих респондентов отнюдь не является главным на праздничном столе. Большую часть денег некоторые предпочитают тратить на продукты. Ну а если и покупают спиртное, то в первую очередь обращают внимание на качество, а потом уже на цену. В магазине покупаешь, вряд ли что-то гадость какую-то купишь. И все. Вкус покажет, что в водочке имеется водичка. В основном до одной марки покупаю. Разумное отношение к спиртному, трезвая оценка своих сил и возможностей. Эти качества медики называют лучшей гарантией веселых праздников. Говорят, если люди будут ко всему подходить с умом, тогда ничего их здоровью угрожать не будет. Ольга Шилкина, Роман Фролов, Панорама.